В среду утром у остановки Сурикова автолюбитель протаранил легковую машину, в которой ехали двое малолетних детей. Учитывая то, что столкновение автомобилей было практически лобовым, отсутствие пострадавших – единственная хорошая новость. ДТП произошло в то время, когда утренняя пробка рассосалась. Корола Аксио, в которой молодая мать везла на обследование в больницу своего сына, двигалась в сторону центра города. Свободных мест в этой иномарке не было. На переднем пассажирском месте была еще одна женщина. Сзади сидели мальчики 3 и 7 лет в обществе взрослой родственницы. Автолюбительница говорит, что никуда не торопилась. Ехала километров 50 в час. Перекресток, проезжая, не меняя траектории движения, а сворачивающую на репе на встречную машину увидела в последний момент. Я ехала спокойно на зебре, уже даже зебру пересекла. Я его увидела, что он пошел на поворот. И все, я затормозила. Я рядом с ним успела затормозить, и он, видимо, даже среагировать не успел. Оценить ситуацию глазами автолюбительницы зрители могут благодаря предусмотрительности ее деверя. В своей машине, которую он доверил невестке, мужчина установил видеорегистратор. Женщина едет на зеленый свет. Встречный автомобиль появляется из-за попутного, который становится ширмой для обоих шоферов. Стоящий в ожидании свернуть на второй полосе легковой автомобиль стал предметом, который загораживал будущих участников аварии друг от друга. Выполнять левый поворот водитель Карины мог, лишь убедившись в отсутствии встречных машин. Автолюбитель говорил, что его ввел в заблуждение третий водитель. Тот самый, из-за которого участники столкновения не увидели друг друга. Водитель универсала уверял, что участник движения махнул ему рукой, словно подтверждая, что путь свободен. Вероятно, мужчина неверный, столковал жест. Похожий, стоящий на перекрестке наоборот, хотел предостеречь от поворота. Бортовой самописец Аксио зафиксировал и то, что происходило в салоне. Эта запись – самое настоящее наглядное пособие о пользе ремней. Удар был не слишком сильный, но сын автолюбительницы чуть не вылетел сквозь ветровое стекло. Удержала его, правда, нечаянно не пристегнутая же дама. Виновником ДТП, безусловно, признают более опытного водителя Карины. А за рулем мужчина уже более 20 лет. Автолюбительница же водит машину 5. С места происшествия Кирилл Новиков, Евгения Сычева и Виталий Векслер.